Всем привет дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Хастл Кастл, я отправляюсь ребята фармить портал, вообще-то я его уже фармлю, но начал не с самого начала, а уже где-то на 60-х уровнях, потому что, ну сами понимаете, с самого начала, ну никому не интересно, там все легко и просто, и я все ближе и ближе подхожу к своей точке соприкасания, где когда-то я тормознул. Так что давайте будем дальше с вами продолжать и смотреть, что у нас здесь получится, да, воскрешалок у меня конечно очень мало, 48 штук, надо будет докупить, потому что предстоит очень и очень долго мне сегодня фармить, так, хохломон, 66 уровень у нас ребята, порвали мы его, тут у нас древесины, сейчас мы их на поле они быстро спустим, замечательно. Я правда забыл, когда у меня была последняя миссия, на которой я встрял, если не ошибаюсь, по-моему 70-я, то есть я еще до нее не дошел, но тут осталось буквально 4 этапа пройти и все. Так, турнир завершен, заберите свою награду, ребят, я на турнире не играю лично, включаю просто-напросто и ухожу, и пускай там, как говорится, все происходит само по себе. У меня 7 карточек, так что и очень мало еще, кстати, выигрышных этих билетиков. Жаль, конечно, не получится у меня заработать, наверное, себе даже на простой элементарный артефакт, а хотелось бы. И, кстати, можно было бы, ребят, наверное, поговорить вот еще о чем. Так, 900, а, 9800 нужно, да? А у меня 7620. Не успею накопить, даже если в лучшем случае я буду получать по 100 очков. Да, не хватит, как бы я ни старался, но а билеты, вы сами прекрасно понимаете, даются только лишь за выполнение ежедневных заданий. И то, по-моему, один билетик с сундука синего. То есть можно представить, сколько мне придется бомбить их, чтобы заработать. Так, видим, 17 тысяч я уже темных душ себе накрафтил. Так что нам еще очень и очень долго предстоит все это дело. Не знаю, нужно вам это все или не нужно. Пишите мне, ребята, в комментариях. Мне очень будет приятно почитать, послушать ваше мнение. Так, значит, 67 уровень. Пока ничего сложного нету. Никто не падает. Оп, маг упал. Воскресили его. Ага, хрум. Ха-ха. Ну, давай ты падай уже, а. Ё-моё. Смотри-ка. Слушайте, мне кажется, что, по-моему, здесь усложнили портал. Не было раньше здесь так все тяжело. Причем я бегаю в леги. А раньше у меня ничего такого не было. И, как видите, я взял себе в команду второго бойца. Мне кажется, что это оптимальный вариант. Лучника я тоже приодел. У него, конечно, нету никакой леги. Но эпик у него стоит точно. Лук и броня. Так, осталось для выбора соперника. Ну, это все понятно. Это турнир. Так, уровень 68. И, ребята, здесь нам будет доступен синий сундук. Давайте отправляемся тогда, наверное, сейчас в бой. Заморозка нам всегда нужна. Сразу делаем еще одну. Ваншот. Не долеченный, но, в принципе, его дохилят. И знаете, в чем еще большая проблема у меня? Когда я начал расставлять шмотки по своим персонажам, я увидел, что у меня нету ни посоха, ни какого-нибудь там, я не знаю, сферы, которая могла бы воскрешать. То есть, рессальщика у меня в команде нету. Мне приходится использовать свитки. Представляете, какой косяк вышел? Даже сам этого не ожидал. Ну, а чтобы получить этот посох, именно на ресс, это большая проблема, ребята, будет. И придется мне вот так вот как-то проходить. Очень, конечно, это плохо. Но другого выхода у меня нету. Так, големы, это, в принципе, все ерунда. Ребята, против вот обычных воинов у меня все идет хорошо. Но как только, вот смотрите, мыши летающие, это маги у нас, по идее, да? Даже я бы сказал, это стрелки. Ой, видите, как все хреново уходит. Че они так туго разбираются-то? Эй! Мы так не договаривались. Давайте, падайте уже. Давай, давай. Еще две осталось. Заморозим их и продолжаем колупать. Сейчас упадет, упадет, не выстоит она. Да, отлично. Но, тем не менее, воина они мне заколбасили в сундучок. Надо будет обязательно потом посмотреть и глянуть, что нам из него выпадет. Так, где он у нас? Давайте посмотрим, что здесь будет. И посох синий. Ну, он наносит врагу урон. Это, естественно, нам не нужно. У меня таких пруд-пруди. И, естественно, будем открывать с вами сундуки, чтобы заработать яблочек. 45 тысяч с каждого сундука. То есть, если мы 10 сундуков откроем, 450 тысяч яблок у нас будет. И, грубо говоря, это получается 8 раз я смогу себе забить полностью фулл кормежку и проходить дальше портал. Нужно мне очень много нафармить осколков. Ну, я думаю, что, скорее всего, будем с вами делать даже не крафт, а покупать. Да, я не спорю. Там у нас только амулеты в данный момент предоставлены в магазине. Но это лучше, это выгоднее получается. Ребят, посмотрите сами. Чтобы скрафтить шмотку, нам нужно 7... Какой нафиг 7? 10 осколков фиола. Так? Да. Каждый осколок стоит, там, по-моему, 7 с лишним тысяч. Один осколочек. А готовый амулет, уже легендарный, стоит 49. Ну, вот считайте сами. 70 тысяч осколков насобирать. Или 49. По-моему, тут очевиден мой выбор. Тем более, я не особо любитель крафтить именно амулеты. Никогда не знаю, что выпадет. Как бы здесь слишком большой рандом. Хотя в магазине тоже большой рандом. Но все-таки там есть у нас определенные ограничения. То есть, с 90 по 100. То есть, от 90 уровня до 100 тебе 100 пудово выпадет. А мне может выпасть и скрафтиться и на 80. Зачем нам это нужно? Ребят, кстати, очень тяжело сейчас у нас прошел бой. Я еле выжил. Как-то все очень сложно. В общем, будем играть с вами до своего предела. Докуда мы дойдем, там и остановимся. Ну, а насчет фарма я еще посмотрю, какой именно уровень будем с вами бомбить. Так, что у нас здесь? Пока все тихо. Мои ребята в настроении. Все у них удачно складывается. Так, а мы с вами уже накопили 20 тысяч темных душ. То есть, еще нужно 29. Ё-моё. Вот смотрите сами, да? 7477. Стоит один фиолетовый осколок. Нам нужно 10 на лего. И здесь вот 49 тысяч 50. Все равно разница ощутимая. Считай в 20 тысяч осколков. Но, сами понимаете, если мне за бой дают тысячу темных душ, это 20 боев. Это, соответственно, нужно будет тратить кучу яблок. Так, что будем с вами все-таки, наверное, покупать уже готовые шмотки в магазине. Вот. И хотелось также поговорить, ребята, почему все вышло так, как оно вышло. Как оно в данный момент у нас находится. Помните, в свое время, когда игра только лишь вышла, все гнались у нас за мощью. В принципе, я не был исключением. Ё-моё. Нет, мы тут выиграем. Вот, отлично. И все гнались за мощью. Все одевались шмотки. Быстрее раскачивали себе тронный зал. В общем, и переворот произошел. Ну, здесь вообще-то два варианта. Первый. Когда сервер стал доступен для заграницы. Когда к нам в игру стали подключаться корейцы, японцы, немцы. В общем, вся вот эта вот братва. Соответственно, они у нас донатеры. Естественно, как вы помните, в прошлых сериях я вам говорил, да. Ну, как такое может быть, что мне пришлось качаться, извините, почти год. А он за неделю с лишним меня перегнал. Причем он был уже в леге полностью одетый. Офигеть, сколько у него там было мощей. И вот эта вот гонка сделала очень сильный переворот в игре. Естественно, наши хай тоже стали не уступать. Начали донатить, как-то выравниваться к ним, чтобы, естественно, справляться и в боях, и дальше как-то развиваться. Вот. Ну, а я в тот момент не мог себе даже позволить доната. В принципе, я его очень-очень редко делаю. Можно сказать, вообще не делаю. Вот. И получилось так, что когда открылась арена, где у нас, в принципе, рулила мощь, она до сих пор там рулит. Хоть и говорят, что все зависит от шмоток. Можно там обычными синими шмотками победить Легу. Никогда такого не было. Я не видел, честно говоря. Если кто видел, то покажите мне в видео, чтобы обычные синие шмотки могли справиться с легендарными. Вот. И получается, что? У нас у всех были фиолы. Насколько я помню, Эпик Лего была в то время еще очень-очень редкой шмоткой. Ее и крафтить нужно было, и для этого нужны были кристаллы. Соответственно, фармили все портал. Как обычно, портал нужно было фармить только лишь за донат, потому что нужно было с увеличением х3, как минимум, и тяну х2 на худой конец, чтобы хоть что-то себе заработать. Пробовал я, ребята, без доната пройти портал, зарабатывал крохи. Если бы кристаллы, точнее темные души, оставались бы набитыми, а не исчезали бы после завершения портала, то да, было бы все реально набить, сохранить, потом опять набить и так далее. Но они, извините, пропадают, и приходится их тратить на какую херню, а это обычно хватало на фиолетовые кристаллы, на синие. Ну а что мы с них можем сделать? Естественно, только лишь эпический шмот, который потом разбить ради одного легендарного кристалла. Ну, как-то бред полнейший был. И теперь можно сказать, ребята, какое преимущество имеют вновь игравшие люди, играющие. Ну, во-первых, они, когда сейчас заходят в игру и идут, например, тот же самый... Нет, портал мы не будем брать в расчет. Идут на ту же самую арену. У них есть определенный диапазон, да, там, какого-то уровня по какой-то. Это я уже не помню точно. В общем, они варятся в своем котле. У них выпадают там шмотки, естественно, на начальных уровнях. Как раз подобающие тому, чтобы они могли как-то на арене еще плясать. Посмотрите, у нас раньше были на аренах лучшие игроки с уровнем 30, 40, 50. Редко были 60 уровни. А чтобы там за сотню, так это вообще... Я и не помню такого. Сейчас-то, конечно, все немножко исправилось, все подтянулось. Хай встали на свои места именно на аренах, потому что они берут, опять же, мощью за 2 700 из этих меня миллиона мощей. Попробуй-ка с ним совладеть, особенно мне, у которого всего лишь, как видите, и полутора миллиона нету. Причем я одел практически все самое лучшее, что у меня есть. Ну, тут, конечно, еще многое зависит от моих персонажей раскачанных. Они все еще пока не сотого уровня. Одного персонажа я так и не докачал, он 99 уровень имеет. Потом 93 и 97. Естественно, их всех нужно развивать. Но вы прекрасно знаете, я когда поставил их на раскачку, что у меня из этого вышло? Буквально полгода я выбыл из игры. Потому что один уровень, чтобы поднять своему герою, нужно 5 дней. Представляете, а мне нужно поднимать 20 уровней, да? Ну, грубо говоря, 10-20 уровней. Это ж сколько по дням-то получается? 50 дней. Это только на одного персонажа. Плюс 50 еще на одного. И в результате 100 дней. Это 3 месяца. Вот почему так долго я и не играл в эту игру. В принципе, наверное, может быть, даже это дело повторится. Потому что в любом случае мне придется своих персов докачивать до соточки. Иначе мы опять с вами здесь затормозимся. Ну, конечно же, можно все это сделать за счет кристаллов. Но я не хочу тратить свои кровные деньги на то, чтобы поднять уровень в этой игре. Можно здесь все добиться своими силами. Хотя на это уйдет очень много времени. Ну что, ребята, давайте, наверное, мы с вами сделаем легкий перерывчик. Я пойду маленько отдохну. Пока как раз выложу это видео. И буду подготовить уже следующее. И дальше продолжим нашу философскую тему. Если она, конечно, вам интересна. Так что всем пока, всем удачи и ждите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok